АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, дорогие друзья! И вновь в эфире программы «Сегодня меню» «Программа вкусной и здоровой пищи». Снимаем нашу программу в кухонной студии «Альфа» при поддержке наших замечательных друзей компаний «Байсад», «Прохладинский хлебозавод», испанской компанией «Ката» производитель высококачественной водовой техники. И в гостях у меня сегодня Арна Дивчина, председатель Украинского национального культурного центра Днепро Светлана Харенко. Встречаем! Спасибо! Ну, здравствуйте, девушка. Здравствуйте! Свет, у нас в программе уже были представители многих диаспор. Это у вас диаспора здесь, правильно? Да. У нас в программе были представители еврейской диаспоры, татарской диаспоры, эстонской диаспоры, грузинской диаспоры. Вот из украинцев у нас еще никого не было. И опять я сказал, из украинцев. Сразу скажи, как правильно сказать, украинка или украинка? Украинка. Украинка. Свет, так как у нас сегодня вечер, вернее, так как у нас сегодня наша программа посвящена именно украинской кукле, И, соответственно, вот я с вами на студии-то принесла и рушники, да, и всякие тарелки, вот, связанные с Украиной. Да, хотя бы немножко, чтобы у нас было... Тогда ты родилась на Украине? Да, я родилась на Украине, и я думаю, что вот та поддержка, тот уголочек, который у нас немножко будет сегодня, дом, да, он сегодня нам поможет сделать вот такое интересное блюдо. Мы сегодня постараемся, дорогие телезрители, сделать котлеты по-киевски. Да, что еще можно предложить нашим зрителям от Украинки? Можно вареники. Вареники. Просто это очень много тоже времени и очень много вареников, тут можно пальцы загибать, сколько начинок. Но мы решили пока начать с котлет по-киевски, а если понравится, то, может быть, в дальнейшем вы меня еще раз пригласите. Свет, с чего начнем? И сразу традиционный вопрос про Гарри. Где я родилась, в каком городе, понятно, что на Украине. Где я родилась, и пока будем готовить. Что у нас дальше, что будем готовить, определимся? Давайте, нам нужно мясо, так как я поняла, что здесь у нас любители все-таки покушать есть. Мясо, да, заметно, да. Давайте мы возьмем курицу, грудку курицы. Так, ну вот смотри, вот такую грудку подготовили, взяли грудку бойсат охлажденную. Отличная, отличная охлажденная. Мы сейчас немножко подготовили, да, ее? Так, мы убрали лишние косточки там. То есть наши зрители могут купить просто охлажденную грудку без косточек, мы взяли вот такую. Так, дальше что нам еще нужно? Ну, мы помыли руки, конечно, мы все сделали, мы приготовили, и сейчас мы определимся. Значит, для того, чтобы работать с этой курочкой, нам понадобится небольшой секрет. Нам нужно будет все-таки сюда положить масло, потому что котлета по-киевски, это вкус ее, это когда она разрезается, вытекает сочное масло. Поэтому масло должно в холодильнике, ну, где-то полчаса полежать. Ну, смотри, я подготовил тебе масло вот такое. Вот масло здесь, масло интересное. Мы берем красивую, прозрачную, наверное, так, нож это мне, да, тарелочку для масла. Так, тарелочку. Берем укроп. Давайте так, вы будете заниматься маслом или будем вместе заниматься маслом? Ну, давай сначала будем на ты разговаривать с тобой. На ты, да, да, на ты, Сергей. Потому что давайте мы такую же прозрачную возьмем. Еще одну прозрачную, нет проблем. Да, мы для масла ее будем использовать. Давай, вот так помешите, там такое. Да, хорошо. Так, ну все, значит, давайте с маслом, надо с маслом, что еще нужно? Здесь нам нужен укроп. Вот на эту пачку, давайте так определимся. Дело в том, что здесь находится по количеству, я бы хотела нашим телезрителям сказать, вот о какой-то норме, наверное. Может быть, мы будем говорить о том, что вот сколько требуется на вот такие три грудки, да? Ну да. А готовить будем чуть больше, да, приблизительно. Вот на эти три грудки, в принципе, масло понадобится чуть меньше, но мы, это не имеет значения, если оно останется у вас. Ну, где-то грамм 200 масла. Да, а через неделю к вам придут гости, у вас вот так заготовочка, она может храниться еще какое-то время. Поэтому мы всю эту пачку масла сюда выкладываем. Без проблем. Без проблем. И давайте тогда три пучка зелени, укропа, желатный укроп. Можно любой, можно экспериментировать. Я укроп прям мелко-мелко нарезаю, правильно? Мелко-мелко-мелко, да. А я пока сейчас это выкладываю. Так, ну и мой вопрос. Да-да-да. О себе, пожалуйста. О себе. Я так знаю, что можно разговаривать, но бывает, мне кажется, тепло, но я постараюсь. Постараюсь. Итак, родилась я на Украине в самом лучшем городе, городе Корабелов. Можно еще укроп, если есть еще? Конечно. Если, да, можно еще чуть-чуть. Город Корабелов. Все лучшие корабли, которые строились на Украине, строились в моем городе. Все авианосцы, которые там, почти все крупные авианосцы строились на Верхах. Говорим, Валкария уже стала родной, поэтому я заговариваюсь. Моего любимого города Николаева. Да, знаменитый Николаевский Верхий, да? Верхий, да. То, что вот строилось, это строилось там. Там я родилась, там я училась, там я познакомилась со всеми своими друзьями лучшими в студенческие годы. Потому что я поступила в Киевский институт культуры, который факультет был в Николаеве. И там вот моя мама сказала, Света, если ты будешь студенткой, это вот самое лучшее время. Самые лучшие друзья, самые лучшие поездки, самая лучшая, ну и учеба, естественно. И так оно и оказалось, что все самое лучшее у меня связано с моими студенческими годами. Я, правда, поступила не сразу, не с первого раза, но на библиотечный факультет. Ну, я училась в среде института культуры, вокруг были музыканты, то есть была творческая молодежь. И вот это, наверное, вот это желание общаться в дальнейшем с людьми искусства, оно у меня как-то вот осталось. И я вот до сих пор продолжаю общаться и по сей день. Ну, помимо этого увлечения, то есть что-то у нас будет масла много, но ничего. Ничего, масло не испортишь. Опять-таки, давайте будем нашим говоритель-зрителям, а все-таки о том, что многие любят котлеты по-кисски, но дома не рискуют. Почему? Потому что боятся, что вытечет масло и что как-то не такое, вообще что-то вот не так. Я хочу сказать... Поэтому наша задача, чтобы сегодня раскроить все секреты киевских котлетов, все секреты раскроить. Я хочу сказать, что вот давайте, если мы говорим о какой-то норме, то вот для трех грудок, конечно, это большой объем, он чуть меньше нужен, но это не важно. Главное, чтобы было мягкое масло, посоленное и поперченное, как мы хотим. Солим, перчим, да? И добавляем вот этот красивый укроп, он прямо пахнет. Я вот мелко нарубил. Да, пойдет, 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 да, сюда. И перемешиваем. Весь, да. Он же должен в котлетах какая-то начинка быть, она немножко должна быть из масла и из укропа. Скажи, а почему именно укроп? Укроп? Но петрушка, она немножко другой вкус, вот если вот как бы объяснить. Но существуют в любом случае какие-то стандартные установки, да? Ну да, ну будем не забывать все-таки, что я не профессиональный повар, но я укроп, он как бы вот считается, он укроп. Должен быть укроп. Здесь нет профессиональных поваров. Сергей, солим, перчим, давайте. Так, соль, перец. Ну так, по чуть-чуть на глаз, для начиночки, чтобы это было, главное, чтобы мы, вот, и мы подходим к первому. Так, я думаю, что вот так будет нормально. К первому секрету. Так, сейчас я почти перемешала масло. Друзья, сегодняшняя наша программа составит практически вся из секретов, да, как сделать нормальную котлету. Да, мы будем стараться, мы будем очень, если вдруг чуть-чуть не получится, но получится. Видите, согласитесь, даже вот если продаются котлеты по-киевски в готовом лице, знаешь, я иногда пробую, но я, честно сказать, не очень люблю, потому что я ни разу не ел настоящий котлет. Сегодня, думаю, у меня это получится. Итак, мы готовим пленку, у нас была пленочка где-то. Так, пленка. Так, я просто однородную массу, тут много, сейчас я уже все перемешала. Так, значит, мы взяли с тобой масло, соль, перец и добавили мелко-мелко-мелко нарубленную игру, правильно? Все? Все. Нет, не все. Или еще не все? Вот самый секрет, у нас в морозилке есть хорошо замороженный лед. Сейчас мы его будем сюда добавлять. Так, держи. Держи, я сейчас достану лед. Скажи, вот сейчас то, что на украде происходит, как это относится? Ой, как-то с грустью и с надеждой, что все нормализуется, потому что все, что там происходит, ну, немножко тяжеловато воспринимается. Так, теперь у нас скалочка. Так, дальше, секрет, секрет. Скалочка. Скалка. Мы должны, вот я такие пакетики положила, но можно большой в один пакетик, ну, этот. И мы разбиваем, да? Ну, как, ты хорошо как со скалкой проявляешься. Скажи мне, скажи мне. Сейчас, секундочку. Я хочу сказать тот секрет. Значит, мы не сильно мелкую крошку делаем. И быстро надо же высыпать, она уже у нас все-таки лед. И перемешиваем, да? Держите. Так, давай. Что позволит лед? Он позволит не так быстро маслу, когда будет жариться, он не так быстро будет масло таять. Масло, укроп, соль, перец и лед. Главное, чтобы лед вот перемешался чуть-чуть, чуть-чуть есть. Еще перемешался. И мы сейчас это выложим на нашу пленочку. Вот я смотрю, не маленькая ли она, но ничего. Мы, если что, ее добавим. Давай. Сейчас жжу. Все это сейчас мы с тобой откладываем. Скажи, а что за мотивация у тебя была, вот мы с тобой перед передателем? Почему именно библиотека? Почему именно вот ты сейчас работаешь? Ой, вы знаете, ну так получилось в нашем городе, что из тех институтов, которые можно было выбрать, я выбрала библиотечный факультет, институт культуры выбрала. Потому что мне показалось, ложку, секундочку. Мне показалось, что это профессия интересная. Вот. И я хочу сказать, что я не разочаровалась. И до сих пор я осталась верной своей профессии. Я работаю в национальной библиотеке. Я подумала, что это мое. Вот. И я работала с детьми. До того, как я переехала в Нальчик, я работала в детской библиотеке. Где там, в Николаеве? В Николаеве работала, да, в детской библиотеке. Так, мы делаем колбаску, немножко тоньше, чуть-чуть, вот как пятикопеечная монетка, может быть чуть-чуть. Просто когда мы будем делать с Сергеем дальше, мы немножко обрежем там, ладно. И в морозилку. Свет, ну, масло я убрал в холодильник. Так. Колбаску, да, колбаску нашу. Так, теперь, я смотрю, ты как-то вот таким старательным очень обрабатываешь вот эти грудки. Объясни. Мы обрезали грудку, отделили от косточки, у нас получилось, и от шкурки. Так. У нас получился вот такой вот кусочек, вот эту часть мы должны разрезать. Нам нужен ровный кусочек мяса. Да, и вот этот. Так. Вот этот кусочек ровный. Значит, вы все спрашивали, каким образом мы будем масло сюда. Значит так, ну, берем у кого какой удобный нож и стараемся резать. Кто как может. Главное, чтобы это было постараться. Чтобы не было, ну, здесь дырочек. Можно аккуратненько, можно одним движением, кто как привык. Скажи, а ты как вообще здесь оказался? Действительно. Вообще такой вопрос, который задают нам всем. Я участвую в Институте культуры на своем любимом библиотечном факультете. Со своими друзьями, с других вузов, и с этого же вуза. Мы ходили в походы очень много. Это Крым, это Урал, это Теньшань, это, может быть, Карпаты. Сейчас постараюсь вспомнить все, где я тут-то не была. То есть, ты такая активная девушка, занимается горным тренингом? Этим трекингом? Да, занималась, да, активно занималась. И обязательно же это Кавказ, любимый Кавказ. Мы здесь были очень часто довольники. И вот один из таких приездов на одной из высот Кабардино-Балкарии. Две группы, одна группа шла с Николаева. Я была руководителем похода. Я продолжаю работать, не отвлекаюсь. Продолжай, продолжай. Да, да. А другая группа, это в другой группе шел мой будущий супруг. Но он об этом еще не знал, я тоже. В общем, мы встретились здесь, в горах, познакомились. В Грузии мы продолжали поход где-то 4 дня. Тогда такая обстановка была очень. В горах дожди шли. То есть, мы как-то 4 дня провели две группы рядом. Мы шли, познакомились. И потом понеслось, как-то понеслось, понеслось, понеслось. И, в общем, я оказалась здесь, в Нальчике. Солим перфи. Свет, как у тебя сейчас? Сейчас кто родители, кто живы? Расскажи, пожалуйста, о семье. Вот. Ну, мои основные все родственники, они на Украине. Это Николай, Днепропетровск. У меня мама, сестра моя, племянники, зять. Вот, все на Украине. А здесь у меня я, мой супруг, свекровь. Ну, и тоже родственники со стороны моего мужа. Так, Сергей, был вопрос, значит, что мы делаем? Мы должны отбить мясо, чтобы оно стало мягче. Потому что вот такое, конечно же, это нам не подойдет. Как будем отбивать? У меня вопрос. Ну, ты там вот что-то угрожал мне чем-то в последний раз. Да, да, да. Но я предлагаю еще, что сделать. Вот эта пленочка, она не зря лежит, чтобы мясо не прилипало. Так. В пленке. Вообще-то ее желательно смазывать холодной водой. То есть, девушка вся секрет уставит, смотри, ади секрет. Да, да, да. И вот мы накрываем. Теперь, наша задача не переусердствовать. То есть, с хорошим настроением мы думаем о работе, о друзьях, о представителях украинской диаспоры. И не перенапрягаясь спокойно, потому что если мы сильнее сделаем, здесь появится дырка, которая потом масло вытечет. Мы должны отбить. И вот вроде бы и отбить, и не отбить. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Может быть, чуть сильнее. Я говорю, если чуть сильнее, вот получается без дырочек. Это вот маленькая дырочка. Это не считается. Все получается нормально. И таким образом мы быстро все это сделаем. Расскажи, а муж для чем занимается? Муж сотрудник Кабарнино-Балкарского государственного университета. Он там работает в свободное время. Помогает мне заниматься общественной деятельностью. Ну и вообще очень много работы, которые я не успеваю делать дома. Потому что общественная наша работа, вот эта наша диаспора, это очень много времени отнимает. Поэтому он делает... А сколько человек вообще вот здесь, в Кабарнино-Балкарии, проживает именно вот таких этнических украинцев? Для того, что там эта перепись, она как бы там, цифры меняются. Ну, вот по Кабарнино-Балкарии, ну, где-то 6 тысяч вот так вот. 6 тысяч украинцев? Да, ну, здесь у нас прохладный район, майский район, там же у нас очень много проживает. Но я хочу сказать, мы не говорим о каком-то количестве, которое является... Ну, это понятно, я спрашиваю хотя бы. Нет, допустим, хотя бы диаспорой, которой я занимаюсь. Вот мы общаемся, представители украинской диаспоры, те, кто хочет. Вот вы увидели передачу, допустим, которая сегодня выйдет? Звонят, спрашивают, посмотрели где-то, услышали какие-то украинские песни. Они звонят, приходят, и мы общаемся. То есть у нас нет такого, что все собираются. Кому интересно, кому интересно. Ты мне сейчас как-то вот случайно совершенно напомнила про песню. Да, да, да. А вот существует ли какая-то? Вы знаете, итальянцы начинают сразу музыку и бокал вина, и начинают готовить. А вот давай-ка вот так ласково мы тебя поддержим. Да, ты вот нам украинскую песенку спой какую-нибудь? Без проблем. Ну, давайте я вам спою. У нас хорошие праздники, связанные с водой, от крещения. А есть вот про воду такая песня. Несе галя воду, коромы слагнеться, а за ней ванковой, як барвинок вьется, а за ней ванковой, як барвинок вьется. Барвинок, это что-то. Та-да-там, тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Это такой цветок. Этот цветок, он вьется, вьется. И вот как бы песня про то, что девушка это основная, а парень, барвинок, он вьется вокруг ствола. Нет, вот ствол, допустим, какого-то растения, а цветок, он вьется, и он вьюн, да. И вот вы вьетесь вокруг меня, вот все время спрашиваете, что нужно сделать, чтобы у нас хорошее было блюдо сегодня. Вот что-то такое. Я знаю, что ты награждена была даже отмечена, ты была каким-то, что тебе там, женщина, года у тебя было, что? Было, да, мне дали за активную жизненную позицию. Вот так получилось, наверное, что все-таки я стараюсь быть активной, и вот это было отмечено в событии мне. Скажи вот еще, вот этот интересный, знаешь, у меня в программе был один молодой человек, который занимается озеленением Нальчика. Вот именно его озеленением, вот эту красоту наводит всякий, да. И речь шла о партии Тажукина. А вот что за история связана с писательницей? Я даже знаю, о каком молодом человеке говорите. Ну да, ну допустим. Это был Хачуев. Ну да, да. Да, вот он, кстати, нам тоже помогал, вот с Марка Вовчок. Вы подводите вопрос к Марку Вовчок? Да, да, да. И, кстати, Хачуев, о котором мы сейчас упомянули, вручал мне вот звание «Женщина года» вот на сцене. Как раз вот получилось, что у меня тоже. Так что тут Нальчик… То есть какое совпадение? Не то, что совпадение. Мы же помогаем, видимо, как-то оно, вот, как-то хорошие люди. А вот это что же связано с этой писательницей? Она же известная украинская писательница, да? Да. Ну я думаю, что вы о ней слышали, должны знать. Нет, я слышал, я понаслышке, просто когда мы вот в разгаре перед программой, был упомянутый Атажукинский, когда тогда еще не было этого сада, что ли. Вот эту историю ты мне рассказывала. Ну она здесь приехала, известная украинская писательница, приехала сюда, услышала, что здесь хорошие воды, хорошее лечение, хороший воздух. И она осталась здесь, в Нальчике, в Долинске, купила маленький домик, которому вот сто лет, и который до сих пор находится в Долинске и является таким, ну, памятником, таким культурным достоянием Нальчика. Вот. И она, когда хотела, в принципе, уехать, она подлечилась, но ей понравились люди, а понравился воздух. И она не ожидала, что все так будет, как вот она слышала, что так хорошо. И она осталась. Вот. И так получилось, что последние годы она провела здесь, и могила здесь-то находится в Долинске. И мы очень гордимся тем, что вот в России домик-музей находится в Коврембалкарии. Поэтому мы приложили вот наше диаспоро все усилия, все свои силы для того, чтобы привлечь к этому домику внимание не только украинских известных каких-то политиков, но и даже российских. Друзья, одна из жемчужин кухонной студии «Альфа» – вот эта замечательная кухня под названием «Сицилия». Удивительно гармоничная, очень лаконичная, лишенная всевозможных изысков фасад, чтобы лишний раз подчеркивать структуру и фактуру бука, из которой сделана эта кухня. Изумительный цвет, который, опять же, вы можете подобрать по своему желанию. Петраж сделан вот так вот, сделан таким легким напылением с рисунком. Также все дверки с доводчиками. Возможность встроить любую петовую технику. В данной модели два грома шкафа вместительных. И, что самое главное, вы можете сделать кухню, исходя из возможностей вашей квартиры, складанных метров, так, чтобы вам было удобно. Столешница выполнена из влагостойкого ДСП с пластиковым покрытием. Хорошо удерживает температуру, легко моется и не подвергает никакой коррозии. Здесь, где варочная панель, это искусственный камень. Также, опять, встроенная бытовая техника, очень удобно. Ну и, разумеется, вы можете выбрать, повторяю, можете выбрать и конфигурацию кухни, ее размеры, и наполняемость кухни, другими какими-то аксессуарами. Это все по вашему выбору. Ну а техническое обслуживание нашей газовой плиты в данный момент осуществляет специалист «Газпром» газораспределение «Нальчик». И чтобы обеспечить безопасность себе, своей семье и соседям, достаточно заключить договор на техническое обслуживание. Кстати, один раз в три года. И только специалист может подтвердить исправность газовых плит, колонок и других приборов. Не рискуйте. И как только почувствуете запах газа, сразу звоните по телефону. 0,4. Так, ну вот, готово, я смотрю, у тебя все, да? Готово, все отбито. Так. Наше масло, наверное, уже замерзло. Так, смотрим. Так. Да, замерзло. Так, ну давайте сориентируемся, вот, может быть, вот такие, но они, если вот, может быть, даже немножко разрежем, вот так вот. Потому что они должны быть кругленькими. Ничего страшного. Нет, конечно, ничего. Итак, самое главное теперь нам это завернуть, да? Так, мы кладем на ту толстую часть, которая вот здесь вот есть потолще. Сейчас я уберу вот это. Да, да, да. Потолще берем вот этот кусочек, который мы не выбросили. Так, вот он секрет опять же, да? Да, но у нас тоже отбит, и мы стараемся, чтобы он был у нас ровненький, да. Вот, и пытаемся завернуть. Да не пытаемся заворачивать. Да, 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 заворачиваем, да, заворачиваем. Вот, и вот, ну, получается. Так, это взбиваем, белок взбить нужно, да? Да, взбилок взбить. Так, где у нас там взбивалка? Скажи, а у вас в себе вот ты когда начинаешь там праздник, или вообще вот, или на каждый день даже, что предпочитаете в себе? Покушать каждый день. Я стараюсь готовить каждый день, как бы, потому что я люблю пищу, которая приготовленная свежая, поэтому, ну, салаты любим, курочку любим, котлеты практически этого праздника. Да, достаточно. Так. Смотрите, значит, можно либо взять кисточку, есть у нас кисточка, да? Давайте кисточку, мы не будем экономить на нашем белке. Вот этот белок, потом, когда он будет у нас там в духовочке, он немножко свернется, и вот если где-то будет какая-то... Ты же мы просто заклеиваем. Мы... Да, да, запечатываем. Итак, у нас есть мука, яйцо, яйца, так. Вот сюда мука, можно побольше насыпаем. Так, мука. Сюда у нас яйца. Ну, из расчета, что здесь три грудки, мы делаем три яйца. Три яйца. Все. Так, ну, такую давай муку возьмем. Если вдруг тот желток остался, остался желток, можно сюда бросить, у нас же безотходное производство. Слышно. Так, это мы взбиваем отдельно. Муку высыпаем примерно так на глаз, потому что если мука остается, я просто потом ее немножко пересеиваю дома, поэтому... Еще один секрет. Сухари. Сухари, желательно, чтобы они были крупного, по-моему, среднего, крупного, среднего, но мы старались, потому что если у нас будут очень мелкие, у нас не будут хрустящей корочки. Поэтому стараемся, чтобы были крупные сухари. Итак, высыпаем сюда сухари, вот, и крахмал. Значит, вы видели, здесь был примерно стакан сухарей, вот, ну, 250-граммовый. Одно третье крахмала. Так. Одно третье крахмала мы высыпаем тоже сюда и перемешиваем. Вот это все. Итак, на первое место мы ставим муку, на второе мы ставим яйцо, на третьем мы ставим вот эту нашу тарелочку. Итак, первое мы опустили. Самое главное, конечно, чтобы она у нас все равно, вот, она у нас постаралась, поэтому я когда делаю, я всегда говорю, пожалуйста, не разворачивайся, я хочу, чтобы было масло внутри, потому что это основное. Ты разговариваешь, да? Да, да, потому что, нет, ну, в любом случае получится, если даже чуть-чуть вытечет масло, ничего страшного, мы же сами ее делали. Вот, а здесь я тоже обсыпаю вот так, потому что она, чтобы она меньше разворачивалась. Вот, вот у нас получилось, достаем, вот так вот, красивенько, и второй раз, потому что первого раза было мало. У нас же хорошая должна быть панировочка. Так, опять-таки стараемся все равно, чтобы она не развернулась. А, это все несколько раз нужно делать? Два. Два раза? Не меньше. Ага. Если один раз делаем, может, не получится. Все, понял, да. Ну, а здесь можно вот так вот пообсыпать, потому что все равно прилипает к рукам яйцо, и вот. Итак, вот это первый. Так. А я буду, вот это мое. И походу, вот она походу так завернута. Теперь сюда. Друзья, ну что могу вам сказать? За все время, я сначала хотя бы взял. А, хорошо. Так. За все время сколько эту программу? Мы снимаем. Вот так сворачиваем, сворачиваем все равно. Сворачиваем. Мне приходилось делать все, что угодно, но вот котлету по-киевски. О, это красивее даже, у вас она остренькая такая. Обычно котлета была, она такая остренькая, да, второй раз, да. Можно подсыпать, да. Вот так вот чуть-чуть. Да, я почему говорю, что я обращал внимание, что она даже такая островатая. У нас она здесь получается вот такая. Нет, она домашняя, у нее вид домашний, видите, она не остренькая. Но я уже тут немножко по-другому, если заворачивать, будет остренькая. Ну ничего, у меня как рука зашла, так и получается. Нет, у меня такие же получается, не переживайте. Ага. Два раза. Да. Все. Так, ну что, мы это помещаем в морозилку. Вот это моя, посмотри. Да, я поняла, 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 да. Мы сразу, когда будем пробовать, мы так и посмотрим. Так, это все, в морозилку. Песечку мы включили. Уже я тебе включил, она уже греется. И достаем наши котлеты. Так. Ну вот они у нас, да. Да, чувствуется, корочка есть, да? Да, чуть-чуть корочка есть. Так, насколько должно быть разогрето масло, скажи? Оно должно быть хорошо разогрето, потому что будет кипеть 2-3 минуты. Ну все, давай сгружаем. Ну примерно 2-3 минуты мы засекаем, да? То есть нам нужно обжарить? Обжарить. Мы не переворачиваем. А, вот. 250 я поставил? Да, нормально. Я думаю... Опять же, посмотри, видишь, как удобно. Очень хорошо надписывается эргономично, очень в кухню. Вид у него хороший. И выбирается легко. Здесь огнеупорное стекло, 2 ручки управления и 6 режимов. 2-3 минутки прошло? Ну где-то примерно так. То есть вот нам сейчас нужно просто отдать кипящим маслом, правильно? Да, но оно немножко, вот если масло более разогретое, все равно корочка бывает темнее чуть-чуть. Но нам нужно добиться какой корочки? Ну мы не добиваемся корочки, мы сейчас будем ее в духовке доводить. Отправляем. Все, отправляем письку. 10-15 минут. У нас там встанет без... А, вот так. Вот так, ничего, мы его вот так поставим? Вот так встанет, да? Да. Ну 10-15 минут. Котлеты у нас в духовке уже готовы. Вот такие красивые. Достаем, достаем. А ну-ка, что там нам случилось? Аккуратненько. На плиту, да, наверное? Вот такие красивые получились у нас котлетки. Ставим сюда. Так, и вот сюда поставим. Куда удобнее. Вот сюда. Так. И осталось только все дело умело сервировать и показать. И попробовать. Ну что, пробуем? Пробуем. Пробуем. Всего мы, конечно, не коснулись. У нас очень много идей, которые я не успела поделиться. Но я думаю, что вы будете к нам приходить. И на наших бандуристов, которые обещают приехать. Я вам желаю услышать этот звук бандура и как он звучит. Вот вблизи. Вот. И на те мероприятия, которые у нас будут в этом году, связанные с Тарасом Григорьевичем Шевченко 200 лет. Поэтому мы все, вы знаете, Тарас Григорьевичем Шевченко, это для нас тоже очень великий поэт. Но его переводили на балкарский, на кабардинский. Поэтому мы хотим, чтобы вот 10 марта, когда будет хороший, красивый праздник, здесь у нас в Нальчике, он звучал на всех языках, на каких только можно, которые вот звучат и в Кабардин-Балкарии. Поэтому мы любим Кабарин-Балкарию, любим Украину. Я надеюсь, у нас все получилось. Пробуем? Давайте. Давай, ну-ка. Смоченого вам. Вот эта картошка, она как раз ее можно кушать, она вот масла здесь есть и достаточно будет. Ну что, для любителей? Сейчас, сейчас, корочка получилась, вы чувствуете? Вот даже когда мы режем, есть корочка. Слушай, не на правду стараешься. Ну что, в лучших традициях нашей программы. Ни один гость без подарка не уходит от нас. Поэтому от нашего замечательного друга, вкусно очень, от компании Байсад. Тебе вот эта корзиночка-подарок. Спасибо. Я люблю Байсад, кстати, очень. Тебе. Спасибо большое за это. От наших друзей, производящих замечательную кухню, вот такую тевальшку. Спасибо. Держи. Вот такую прихватку, плотенце, тоже это плотенце, я так понимаю. Вот с таким красивым орнаментом. Такой же, да? Спасибо, спасибо. Как и национальный символ Украины. Давайте, давайте. Держи. Ну что, и как говорится, какой застольный без хлеба. Поэтому Прохландский хлеб-завод тебе опять вот такую корзиночку с хлебом в подарок прислал. Спасибо. Очень вкусный хлеб они производят. И все это тебе. Спасибо. Я бы тоже хотела подарить. У меня, правда, я не ожидала. Приятно. Может быть, он маленький, но вот здесь вот как раз ласковым просом у на Украину. Я вот вижу, что на вашем холодильнике вот почти нет магнитиков. Ну, пускай это будет традиция. Да, пусть в этом году начинают появляться такие магнитики. И дай Боже, завтра тоже. Вы видите, такой гарный хлопать. Ух. Вот. И я думаю, пусть у вас будут продукты всегда на кухне. Вот так. Пускай здесь и живут. Спасибо. Все наши программы будут здесь с нами находиться. Спасибо. Ну что, Света, огромное тебе спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Огромное спасибо, друзья. Я бы напоминаю вам, что вы смотрели программу сегодня. Меню программа «Вкусный и здоровый пища». Смотрите нас на том же самом канале в то же самое время. Будьте здоровы. И еще все-таки наш программу до конца досмотрели. Это значит у вас замечательный вкус. Будьте здоровы. До побачивания. Партнеры проекта. Компания «Байсад». Кухонная студия «Альфа». Испанская бытовая техника «Ката». Прохладненский хлебозавод. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Продолжение следует...